И напомню вам о том, что буду говорить с вами о том, каким образом мы можем снять все эти программы, которые заложены в нас. В первом видео я вам говорила о том, что наша комплексуальная структура, она состоит сначала из сомнения, потом чувства вины, потом дальше идут страхи, потом дальше, когда мы уже или развиваемся и превращаемся в манипулятора, который испытывает гордыню месть, либо если мы это прорабатываем, то тогда мы избавляемся от остатки гордыни и мести. Но на всем-всем дне этого есть наши программы, которые, как правило, выглядят в основном как установки извне, но иногда, когда мы очень часто и много себе что-либо повторяем, это тоже может стать нашей программой. Поэтому, когда мы доходим до этого дна, как я приводила вам пример, что как ямка нашего бессознательного, и доходим до дна этих программ, очень важно эти программы выявить и дальше их проработать. В предыдущем видео я рассказывала технику, каким образом вы можете эти программы выявить. Теперь я рассказываю вам техники, с помощью которых вы можете от этих программ избавиться. Особенно жуткие программы, которые заложены в порыве стрессов, в период самых больших стрессов. То есть, наше бессознательное, оно открывается по нескольким причинам. То есть, я говорила, что это может быть прямые внушения, когда используется транс и NLP. Это может быть форма транса во время секса, это может быть форма транса расслабления, когда вы находитесь в полной расслабленности, в таком полудурёме рядом с человеком, который может вам сказать то или иное внушение. Но самая страшная форма, которую мы практически никогда не осознаем, это форма, которую мы получаем во время стресса. Почему я говорю о том, что отношения с психопатами, а очень многие из вас сегодня здесь в клубе пережили подобные отношения и имели проблемы именно в таких отношениях, имели опыт таких отношений деструктивных, назовём их так. Почему я говорю об этом? Потому что, когда вас доводят до истерики, когда вы впадаете в состояние полного вот этого психоза уже практически, знаете, вот это состояние, когда у тебя уже аж, да, сбивается дыхание. Все, что говорят вам в этот момент, становится вашей программой. Смотрю на себя и не могу понять вообще, что у меня с лицом. Вот, это все становится вашей программой. Становится программой до такой степени, что очень тяжело это осознать, и тем более очень часто выявить без той техники, которую я давала в предыдущем видео. Поэтому работаем, достаем эти программы, потому что в это время психопат может говорить вам, ты дура, или ты навсегда останешься одна, ты никому не нужна, кроме меня, ты страшная, ты не сексуальная, тебя никто не хочет, или я тебя не хочу, и так далее, и так далее, и так далее. Это все становится той программой, которая начинает вас разрушать. Итак, каким образом мы можем избавляться от таких программ?